Новости сейчас в прямом эфире областного телеканала АЭС. Меня зовут Галина Тернева, я и мои коллеги готова рассказать вам о главных событиях региона и вот о чем пойдет речь далее. До минус 50, как Иркутск начал превращаться в Антарктиду из-за морозов, задерживают рейсы и выходят из строя коммунальные сети. Получил столько лет тюрьмы, сколько его жертва успела прожить на свете. В Братске вынесли приговор насильнику, от рук которого погибла несовершеннолетняя девушка. Лучший подарок будущим мамам к 8 марта в Уссулии-Сибирском. К открытию готовится реконструированный роддом. Его, кроме прочего, оснастят современным оборудованием. Иркутские студенты стали звездами сериала, инстаграм-сериала. Чтобы увидеть минутные серии, их сначала придется поискать в сети интернет. Как проходят съемки, расскажем сегодня в прямом эфире новостей сейчас. И мы, начиная вовремя, не смогли улететь в жаркую страну из-за сибирских морозов. Радикально низкие температуры стали причиной задержки рейса Иркутск-Таиланд. Вылет отложили почти на 7 часов. Пассажиры, которые отправлялись в Паттайю, провели ночь в Иркутском аэропорту. Очевидцы рассказали, что рейс переносили несколько раз. Это вызвало недовольство среди ожидающих. Это видео выложили в сеть пассажиров. В комментариях отметили, перевозчик накормил всех бутербродами и дал воды. Добавили, что это не первая задержка этой транспортной компании. В декабре была аналогичная ситуация. В администрации аэропорта нам рассказали, рейс отложили по техническим причинам. Замерзла крышка бензобака летательного аппарата. Неполадку уже устранили. Самолет вылетел в аэропорт Утапао. Тем временем аномальные морозы не спадают, а только усиливаются. Завтра синоптики прогнозируют. Еще больше похолодания, но продержится по всей Иркутской области до 12 февраля, а не до 9, как сообщали ранее. Градусники будут показывать очень низкие значения. Ночью и утром температура достигнет экстремальных показателей минус 40, минус 45 градусов. Местами минус 46, минус 51 градус. А в северных районах столбик термометра понизится до минус 53. Ночные температуры у нас от 40 и ниже практически по всей территории области. И дневные температуры также очень низкие, 30-35 градусов. Но пока по предварительному прогнозу такие холода еще продлятся до конца этой недели и захватят начало следующей недели. Только вот пока где-то к середине той недели начнет постепенно холод отходить и как бы прекращение таких сильных морозов. А жители Иркутской области продолжают выкладывать в интернет фотографии градусников с аномально низкими температурами. Также в сети появляются новые мемы на тему очень холодной зимы. Например, о том, как северный магнитный полюс Земли постепенно смещается в сторону Сибири. Такие низкие температуры на 8-14 значений ниже климатической нормы. Холодная погода установилась со 2 февраля по всей области. Синоптики говорят, на следующей неделе начнет немного теплеть. После выходных воздух прогреется. Так выражаются синоптики примерно до минус 25 градусов. Из-за морозов перемерзают трубы. Жители одного из домов в Свердловском районе Иркутска второй день сидят без воды. Здание полублагоустроенное. Водоснабжение только холодно, а сейчас и вовсе никакого. Коммунальщики и специалисты водоканала уже сутки пытаются справиться с проблемой. На месте побывала наша съемочная группа. С магазина беру воду, пьем, чай наливаем. Но кушать мы уже как бы яичницу пожарили, и больше воды нет. В этих кранах воды нет. Деревянный 16-квартирный жилой дом на улице Шпальная ветка в Иркутске из полублагоустроенного в неблагоустроенный превращается каждый год. Промерзают коммуникации. Жильцы рассказывают, раньше специально оставляли воду бежать тонкой струйкой, но сейчас счетчики. Накладно. Обращение в управляющую компанию приводит к появлению сантехников, но ненадолго. Они вчера приехали, все разобрали, двери открытые оставили и уехали. И так они только сегодня приехали. Вот там счетчик стоит, продвигов никаких сегодня не было. Коммунальщики отвечают, замерзла трасса – это зона ответственности водоканала. Специалисты должны пролить ее горячей водой, и только потом в бой ринутся сантехники. Тут полипропиленовая трасса, то есть пластиковая. Ее поэтому никакими, такими, ни открытым огнем, ни трансформатором, ничем не разморозишь. Поэтому только горячей водой. Также водоканал свою трассу, также мы готовы размороживать свой участок. Пока водоканал закачивает в колодец кипяток, жители показывают местные чудеса. Оказывается, воды у них предостаточно в подполье. Натекла из канализации. Ты там это? Сколько метров? Сколько метров? Метра, мера, мера. Мера, аккуратно, мера. А там еще глубже. Там два с половиной. Два с половиной метра. С таким богатым глубинным миром под ногами люди живут уже 15 лет. В полах дыры, в потолке трещины. Два года назад дом признали аварийным и поставили под снос. Теперь никакие вложения сюда делать нецелесообразно. Все за насчет. Постоянно надо собирать собрания. И у нас в квитанциях все за насчет. Даже откачка воды была. Шесть машин откачали за насчет. Мы все заплатили. Да, мы все заплатили. Сделали конек на крыше за насчет. Все заплатили. Мы все оплачиваем. Жильцы возмущены и не могут понять, за что с них берут немалые деньги. По 5-6 тысяч в месяц мы платим. В месяц за все. За горячее водоснабжение и холодное. За что мы за барак платим 6 тысяч в месяц? Это дурить можно? Это где это? На востройке так не платят. Еще без воды живем. Обращались даже в жилнадзор. Ведомство отвечает. Собственники вправе контролировать выполнение услуг и требовать снижения платы, если что-то сделано некачественно. И если нужно обращаться в суд. Тем временем аварийная бригада водоканала до сих пор пытается устранить проблему. Обещают справиться до завтрашнего утра. Анастасия Байдровкова, Павел Рютин. Новости. Сейчас. Этот дом признан аварийным в 2016-м, пояснили новой администрации города Иркутска. Люди ждут переезда. Это произойдет по программе расселения таких зданий. А в нее как раз войдут дома с 2013 по 2017 годы. 16 лет строгого режима в Братске вынесен приговор 26-летнему Дмитрию Ярошу. Его признали виновным в совершении изнасилования и убийства несовершеннолетней. В начале мая прошлого года в заброшенном здании Братска было обнаружено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. Преступника нашли очень быстро. Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. Подозреваемый задержан. Им оказался 26-летний местный житель. Он дал признательные показания на допросе. Указал, что мотивом преступления стало изнасилование девушки. В ходе расследования провели около 10 различных экспертиз. Допросили свыше 20 человек. Материалы уголовного дела насчитывают 6 томов. После долгих злоключений в Уссолье-Сибирском открылся новый родильный дом. Сегодня там торжественно разрезали ленточку. Когда появятся первые новорожденные, расскажем в следующем сюжете. Теперь детей и внуков, счастливые родители, бабушки и дедушки будут встречать в новом роддоме. История этого многострадального акушерского отделения началась в 2015-м. Тогда по требованию Роспотребнадзора роддом закрыли. Какое-то время, несколько месяцев, роды на территории города вообще не принимали. То есть женщины города и района выезжали в другие учреждения Иркутской области. Это Ангарск, это Иркутск. То есть здесь возможности не было. Затем роды стали принимать в гинекологическом отделении. И вот после реконструкции мы в обновленном здании 1987 года постройки. Здесь сосредоточено самое современное оборудование, которое поможет маленьким усольчанам появиться на свет. Вот этот аппарат мы следим за соседением плода. До родов, во время родов. Подключаем мамочки, датчики и все, и наблюдаем, как у нас ребеночек ведет себя в родах. Ребеночек родился. Здесь у нас открыта реанимационная система. Если ребенок нуждается, докторный анатолог с нами проводит все манипуляции, которые нужны ребенку. Сейчас акушерское отделение оснащено хирургическим столом с электроприводом, четырьмя кроватями-трансформерами, инкубатором для новорожденных. Также установлены и три реанимационные системы для самых маленьких. Если раньше в Иссолье и Сибирском принимали максимум 700 рожениц в год, то теперь их будет больше тысячи. Всегда получается, что если сделаешь хорошее дело, то и находится хороший повод. 350 лет в том году городу Уссолью, и вот этот юбилейный год начинается как раз с такого подарка, с роддома, который является одним из самых лучших. Вручить этот подарок беременным уссольчанкам планируют после проведения всех необходимых процедур. Так помещение должно пройти стерильную обработку, а дата знаковая – 8 марта. Екатерина Нерушкина и Артур Рощупкин. Новости сейчас. Тарифы в Иркутской области на сборы вывез твердых коммунальных отходов ниже среднеарифметических значений на те же услуги, чем в среднем по России. Об этом сегодня заявил руководитель профильной службы региона Александр Халиурин. Но тем не менее вопросы к новому платежу все равно остаются. Их сейчас решают и на уровне Государственной Думы страны. Все подробности в следующем материале. Первый месяц после вступления в силу требований так называемой мусорной реформы в регионе прошло спокойно. Это несмотря на то, что скептики предвещали коллапс. Благодаря тщательной подготовке были своевременно разработаны и приняты соответствующие акты и установлены нормативы. Нормативы установлены дифференцированно в зависимости от численности населения городов. То есть установлен норматив 2,1 кубический метр на человека или 0,085 кубический метр на квадратный метр по городам с населением свыше 100 тысяч человек. Это Иркутск, Братск и Ангарск. Норматив принят исходя из существующего объема отходов, который был в предшествующие периоды. И норматив по остальным населенным пунктам принят в размере 1,56 кубических метров на одного человека. Этот норматив рассчитан исходя из требований и нормативов, установленных СНИПом, городостроительное планирование. При этом решением правительства сохранена та схема, которая действовала раньше. Оплата вывоза мусора производится с квадратного метра. Еще из плюсов тариф при Ангарии ниже, чем в целом по стране. Это, если брать за основу, среднеарифметические значения. К тому же на эту услугу распространяются льготы. Многие даже выиграли. У некоторых управляющих оплата за вывоз мусора была выше, чем сейчас. Тем не менее, трудности остаются. Вопросов еще очень и очень много. И это уже, наверное, почему этих вопросов много на уровне каждого региона. Потому что каждый регион как раз решить не может, потому что задача больше федерального уровня. Первый момент, с которым мы столкнулись, конечно же, это возникновение налога на добавленную стоимость, платы за негативное воздействие на окружающую среду, которая несет достаточно значительное, больше 20% в составе тарифа. Это больше 100 рублей за кубический метр. Поэтому, конечно же, логично либо эти суммы, собственно, снизить, либо направить их на инвестиционную как раз составляющую, потому что это логично. Такие решения сейчас обсуждают и в Государственной Думе страны. Одна из инициатив депутатов существенно снизить оплату для тех, кто самостоятельно сортирует мусор. Правда, при ангаре это пока никак не коснется. Инфраструктуры для раздельной переработки отходов в регионе нет. Мы сейчас заканчиваем проектирование нашего мусороперерабатывающего завода. Столкнулись как раз с рядом трудностей, когда надо выбирать определенные технологии по одному из видов отходов, в том числе по стеклу, который, если раньше его можно было принимать, сдавать, то сейчас его никто нигде и не берет. Но, соответственно, стекла у нас остается не меньше. Поэтому мы рассматривали ряд технических решений, которые нам поможет, соответственно, этот отход каким-то образом ликвидировать и получить из него готовую продукцию. Мусороперерабатывающий комплекс под Ангарском намерены создать к 2021 инфраструктуру. Для ТКО с элементами сортировки будет построено в Слюдянке, а также в Ольхонском районе. Один новый полигон в Казачинск-Коленском уже сдан в эксплуатацию. В ближайшее время откроются еще два. Под Черемхово и в Нижнеудинске. Кроме того, региону необходимо еще 7,5 тысяч новых контейнеров и полторы тысячи площадок временного хранения отходов. На эти цели в областном бюджете заложено 800 миллионов рублей. Галина Тюрнева, Александр Барановский. Новости сейчас. И теперь о темах, которые ждут вас во второй части выпуска. Теперь на логовикам есть где развернуться из тесных помещений. Они переезжают в новое здание. Куда теперь обращаться, чтобы спать спокойно? Когда Иркутск 19 века смотрит на город. Сегодняшняя выставка модного два века назад фотографа открылась в областном центре. В чем были особенности работ Петра Милевского? Морозы против спорта. Соревнования по конькам. Лед надежды нашей снова перенесли, когда пройдет заезд. Расскажем сегодня в прямом эфире. Новости сейчас. Это новости сейчас. Мы работаем в прямом эфире. Предложаем выпуск. Новое помещение для налоговой службы Иркутской области открыли сегодня в областном центре. В него переехала инспекция по Октябрьскому округу Иркутска и межрайонная инспекция номер 19. Раньше они находились в неприспособленных и тесных помещениях. Приобрести собственность девятиэтажное здание помогло областное правительство. Теперь там работают два операционных зала на 27 рабочих мест. Предусмотрены зоны так называемого информирования. Это экраны, пять компьютеров общего пользования, 24 стенда и ей зона отдыха. Ежедневно обращаются почти 800 налогоплательщиков, а налоговые инспекторы принимают и регистрируют свыше тысячи документов. Мы неплохо растем последние три года. Три года назад у нас доходная часть была 97 миллиардов, в этом году 160, вернее, в прошедшем 160 миллиардов. Само для себя говорят результаты. Конечно, это совместная работа и налоговой службы, и правительство Иркутской области, законодательное собрание, и всех органов власти, которые к этому причастны. Как отметил руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Иркутской области Константин Зайцев, сейчас меняются технологии и подходы, что позволяет очень оперативно решать вопросы. В Иркутске снимают первый сериал про студентов «Первокурсник». Это инстаграм-проект. Увидеть его можно в социальной сети. Цикл создают на базе «Рниту». Всего планируют выпустить 8 серий по одной минуте каждая. Продюсер проекта, режиссер и сценарист Максим Савченко. Это уже третий инстаграм-сериал автора. В кадре первокурсника появляются как профессиональные актеры, так и обычные юноши и девушки, которые прошли кастинг. На массовках, на второстепенных ролях у нас студенты, которые, по сути, некоторые даже не имеют опыта актерского мастерства. Причем буквально недавно мы снимали позавчера серию, когда мы в коридоре просто поймали двух парней, и они невероятно круто отыграли. Причем это просто повезло. Включились в процесс, не дочитывая сценарий, все отработали, прям красавцы. Спасибо, спасибо и ушли. Съемочными площадками, кроме стен университета, стали знаковые места на Байкале, например, поселок Листвянка. Также одну из серий снимут на улицах областного центра. Кроме того, для поклонников проекта организаторы придумали специальный квест – поиск сериала в интернете. Участники должны будут следить за заданиями, которые подскажут, как и где найти новые выпуски. А финалистам предстоит итоговый проект – снять свою мини-серию. Автор самого креативного сюжета получит специальный приз – дорогой смартфон. Отражение времени в портретах людей, чьи имена история не всегда сохранила. Выставка работ Петра Милевского открылась сегодня в Иркутске. Ее автор – известный в XIX веке фотограф, серебряный медалист Всероссийской выставки в Москве. С уникальной коллекцией, собранной стараниями многих людей, познакомилась Анастасия Байдракова. Коллекция портретов на стене музейной студии областного краеведческого музея необычайно точно вписывается в интерьер, как чей-то семейный архив. Взрослые и дети, молодые девушки и бравые военные вполне могли быть друг другу дядями и кузинами. Такими этих на деле чужих друг другу людей запечатлел в конце XIX – начале XX века иркутский фотограф Адам Милевский. Коллекция складывалась годами. Здесь фото из архива музеев, краеведческого, а также истории города Иркутска. Своё собрание предоставили преподаватель Госуниверситета Рудольф Берестенёв и правнучка Милевского журналистка Ирина Самсонова. Большая часть информации о людях на портретах – надписи на оборотах карточек. Порой удается узнать лишь фамилию или возраст. Иногда раскрывается судьба. Каждая из таких фотографий – это воплощённый кусочек истории. Например, этот серьёзный малыш – это Николай Очередин. Но из подписи на обороте этой фотографии мы узнаём, что он умер в три года практически сразу после того, как было сделано фото. А эта девочка – это Нина Климовская в детстве. Она была первой солисткой Иркутского радио. Но судьба у неё сложилась не очень удачно. В 1937 году её обвинили в том, что она враг народа и расстреляли. Пётр Мелевский – один из знаменитых людей своего времени. Участник и серебряный медалист Всероссийской фотографической выставки в Москве в 1889 году. Именно ему доверили сделать фоторепортаж о прибытии в Иркутск наследника престола цесаревича Николая Александровича в 1891. Пётр Альдамович был по национальности поляк. Его сослали в Сибирь в 60-е годы за участие в манифестациях против царской власти. Работал он в Иркутске с 1870-х годов до 1905 года. Тогда он распродал своё имущество и уехал в Киев, ближе к своей исторической родине. Выставка состоит из двух разделов. И если портреты уютно разместились на стене гостиной 19 века, то пейзажи вышли к людям. Старый Иркутск смотрит на новые из окон музейной студии. И каждый прохожий может перенестись на 150 лет назад. Увидеть глазами Петра Милевского, каким был город, когда восстанавливался после большого пожара и встречал новый революционный век. Анастасия Байдракова, Александр Барановский. Новости сейчас. Когда мороз игре не помеха, Байкал Энергия одержала уверенную победу над Красногорским Зорким. Гости старались уже в начале игры прессинговать на половине поля хозяев, атаковали большими силами. Но пробить Григория Лапина подмосковная команда не смогла. А вот Байкал Энергия на 13-й минуте открыла счёт после удара Павла Дубевика при розыгрыше углового. В дальнейшем иркутская команда продолжала контролировать ситуацию на льду. Перед вторым таймом счёт 3-0. Затем гости смогли забить один мяч, но вскоре Байкал Энергия восстановила разницу в три мяча. Победную точку в этом матче Байкал Энергия поставила на 89-й минуте. Отличился Никита Белошицкий. Итог 5-1. Следующую игру чемпионата России иркутская команда проведёт 9 февраля. В этот день Байкал Энергия будет принимать водник из Архангельска. Тем временем дата проведения всероссийских соревнований по конькобежному спорту лёт надежды нашей в Иркутске вновь перенесена из-за морозов. Теперь на 17 февраля, начало в 11.00 на Центральном стадионе Труд. Мандатная комиссия по регистрации участников будет работать на месте старта с 8.30 до 11.00 часов. Для участия необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении полиса обязательного медицинского страхования, справку о допуске от врача, оригинал полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. Состязание для всех желающих на любых моделях коньков, как для спортсменов, так и для любителей активного отдыха. Возрастных групп 6 для учащихся первых и пятых классов предусмотрена дистанция 50 метров, для остальных 100. У меня же к этому часу вся информация. Оставайтесь на Аисте. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok